Сегодня в программе Мастер Дела. Механические 3D-пазлы от украинских конструкторов для детей и взрослых, поезда, трамваи, шкатулки и даже работающие сейфы из фанерных деталей. Уникальный украинский проект, который объединяет разные поколения за одним делом. Зюэй Ти Ви разбирался, что особенного в этих странных фанерных шестеренках. Мастер Дела Гиперреалистичные компьютерные игры, консоли нового поколения, виртуальная реальность. Кажется, что человечество все глубже погружается в океан цифровых развлечений, забывая о реальной жизни. Однако недавняя статистика говорит совсем о другом. По данным глобального агентства Евромонитор Интернешнл, продажи настольных игр и разнообразных головоломок выросли с 9 миллиардов 300 миллионов долларов в 2013-м до 9 миллиардов 600 миллионов, то есть более чем на 3%. Аналитики прогнозируют, что этот рынок будет прибавлять по 1% в год, причем главным образом за счет молодых людей. Как выясняется, поколения конца 20 века либо испытывают ностальгию по настольным играм и головоломкам с детства, либо же просто хотят провести время с друзьями за реальным, а не виртуальным занятием. Социализация и тактильные ощущения – это то, чего компьютерная игрушка не может предоставить в полной мере. Физический конструктор можно заменить цифровым, но результат работы нельзя ни пощупать, ни поставить на полку, ни по-настоящему разделить радостью совместной сборки. Тот, кто придумает и качественно сделает оригинальную игрушку или головоломку, может уверенно рассчитывать на то, что ею заинтересуются миллионы людей по всему миру. Особенно если это игрушка и головоломка, и конструктор. В Украине уже несколько лет производят такой уникальный продукт. Это модели для самостоятельной сборки. 3D-пазлы надо было собирать, но они были в статике. Кинематические фигуры, кинематические модели не надо было собирать, их продавали готовыми. То есть мы взяли что-то среднее, сделали между кинематикой и 3D-пазлами. Простейшая кинематическая игрушка, хорошо знакомая всем раскачивающиеся грузики для офиса. 3D-пазл – это любая сборная модель, вроде пластикового самолета или корабля. Их хрупкость и использование клея исключает движение, а кинематические игрушки собирать, как правило, скучно. Украинский конструктор – это удачный гибрид. Механический 3D-пазл. Когда человек приобретает себе этот конструктор, да, финально, когда он собрал, он красиво смотрится, это красивая интерьерная вещь, это красивая игрушка, это все чудесно. Но есть еще процесс сборки. Для меня процесс сборки – это, наверное, самый основной процесс. Как возникла идея производить модели, не похожие ни на что другое? Чем украинским игрушкам удалось увлечь людей по всему миру? И что должен уметь конструктор для разработки таких сложных 3D-пазлов? Далее в программе. Геннадий Шестак уже несколько лет руководит этой фабрикой и уже не может провести ни дня без обсуждения новых идей для механических моделей. Раньше он занимался гораздо более скучными вещами. Вообще, на самом деле, я искал что-то интересное для формата журналов партворка. Это журналы коллекции-собиралки. Например, 120 журналов, которые выходят раз в неделю. И в каждом журнале кусочек детальки или несколько деталей. То есть, купив все 120 журналов, ты собираешь какую-то модель. На то, чтобы отладить производство и добиться максимального качества, ушло больше года. В конце 2015-го украинские 3D-пазлы вышли на одну из ведущих краудфандинговых платформ с очень скромной целью собрать хотя бы 20 тысяч долларов. Мы выставили, если не ошибаюсь, где-то порядка 10 моделей. Мы собрали за 35 дней чуть больше 400 тысяч без доставки. И нам еще написали... И получается, мы закончились на Новый год. То есть, самый разгар праздников и есть куча желающих от потенциальных бекеров купить наши модели. Ну, нам разрешили продлить его еще на одну неделю. С общим результатом более чем в 440 тысяч долларов механические 3D-пазлы стали самым успешным украинским проектом в международном краудфандинге. Это позволило Геннадию расширить команду до 150 человек и довести производственную цепочку до совершенства. Как это делается? Гибридная идея механического 3D-пазла во многом сформировалась уже по ходу дела. И с тех пор не претерпела изменений. Геннадий Шестак подчеркивает, что в эпоху компьютерных развлечений в этих игрушках важнее всего аспект социализации. Наши модели позволяют работать совместно. То есть, их можно собирать отец с сыном, дед с внуком и так далее. То есть, брат с братом, грубо говоря. То есть, это какой-то общий труд. Он объединяет. То есть, он позволяет людям опять начать коммуницировать. Казалось бы, что может быть проще? Можно наштамповать десятки игрушек, как компании, которые делают пластиковые конструкторы. Юрий Новиченко, который отвечает за процесс производства, признается, что украинские мастера сами решили многократно усложнить себе задачу. Подход какой? Последующий конструктор не должен быть похож на предыдущий. Если мы делаем один двигатель, то человеку не будет интересно, конечно, если он получит следующую модель, и там точно такой же двигатель. Но, по сути, получится все то же самое, только в другой обертке. Потому что налепить визуалом можно, да, можно поменять там паровозы, какой-то дизайн. Но кому же будет интересно, если внутри останется та же самая механика. Поэтому самое главное при создании очередного пазла – свежая концепция. За три года работы украинские конструкторы придумали и воплотили в жизнь всего лишь около 30 моделей. Однако на создание каждой из них иногда уходят месяцы. Причем компьютерное моделирование – далеко не основной этап работы дизайнера, как можно было бы подумать. Человек, в первую очередь, должен проработать этот механизм у себя здесь. Потому что в программе потом отрисует, оно заработает, понимаете. Но когда человек работает в программе, он уже тратит какой-то кусок времени. И очень тяжело, если человек полностью полагается на программу, не продумывая в голове у себя что-то. Человек, который обладает хорошим пространственным отображением, ему, может быть, так будет грубо сказано, но ему даже не совсем нужно 3D-приложение. Он построил его в голове, он может сразу в чертежах разложить. Новые идеи всегда обсуждают в коллективе, дорабатывают их, и только тогда начинается 3D-моделирование. Дизайнер может использовать только фанерные детали, тонкие соединительные рейки, зубочистки и резиновые приводы. Клей, электронику, батареи использовать запрещено. Но если новый конструктор требует слишком тонкой или сложной сборки, от этой идеи отказываются или перерабатывают ее. Этот процесс сборки тоже должен быть приятен. Понимаете, то есть ты, собирая модель, тратишь огромное количество времени. Зачастую в последних наших моделях это даже больше времени, чем я предполагаю, человек будет ей играться. Да, поэтому процесс сборки, это такой, как для нас, это ключевой момент. Соответственно, и построение всех узлов, построение самого механизма должно быть таким, чтобы было приятно собирать. Построил один элемент, попробовал, работает, отложил. Кроме того, детали должны быть вырезаны с идеальной точностью. Фанеру здесь используют экологичную, высшего качества, толщиной 3,5-3,7 мм. Лазерные станки с программным управлением позволяют делать в таких досках разрезы толщиной с человеческим волос. Из деталей, их не бывает меньше сотни, собирают первый прототип, тестируют и часто отправляют на доработку. Не потому, что получилось плохо, а чтобы сделать еще лучше. Одно из важных требований к этим 3D-пазлам, чтобы механизм четко просматривался сквозь корпус. А все, что могло бы двигаться, двигалось. Например, дверцы. Иногда приходится ограничивать даже количество деталей. Потому что, да, когда конструктор входит в состояние вот такого драйва, да, креативного, может унести и за тысячу деталей, я честно скажу. То есть мы иногда ограничим, и хватит, 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 как бы, да, потому что нет предела совершенства. Ребята работают разные. Есть идеалисты, есть, наоборот, люди, которые там не хотят слишком много крутить, да. И вот, ну, приходится балансировать. В итоге, после месяцев напряженной работы в серию выходит один из этих удивительных 3D-пазлов. Производственный локомотив украинской фабрики – вот этот паровоз с тендером. Длина модели около полуметра. Вес почти полтора килограмма деталей – 443. На резиномоторе эта игрушка проезжает 5 и более метров по ровной поверхности или рельсам. Но у модели не просто вращаются колеса шестерни внутри. Движется вообще все. Можно открывать форточки, выдвигать фары, распахивать двери. Этот паровоз можно изучать как экспонат. Хотя, казалось бы, несколько минут назад вы собрали его своими руками. На это, кстати, может уйти 10-12 часов. К паровозу можно отдельно достроить 4-метровые рельсы и перрон. То есть в итоге создать у себя дома фанерную железную дорогу. Я, когда был на выставке в Германии игрушек, я обратил внимание, что паровозам отдан целый павильон. Только паровозам. Есть магазины в Европе, которые торгуют только паровозами. И площадь их магазинов доходит до тысячи квадратных метров торгового зала. То есть поэтому паровозы любят все. Железная дорога, ну, то есть им все нравится. Из прочего транспорта украинские конструкторы воссоздали в фанере также грузовики с различными прицепами, трамвай, комбайн и трактор. Но фантазия местных дизайнеров этим не ограничивается. Только им могло прийти в голову сделать из фанеры фабрику роботов. Она выполнена в стиле стимпанк, насчитывает 598 деталей и действительно работает. Это значит, что если зарядить несколько деталей в конвейер, игрушка на самом деле соберет из них робота. У них подвижные суставы, туловище поворачивается в талии, а в верхней части мини-моделей находится операторская кабина. В фабрику по периметру огибает монорельс с подъемником для доставки запасных частей и оборудования. Также в комплект входят рампы для автомобилей, фигурки рабочих и грузовые ящики. Расчетное время сборки этого механического чуда тоже 10-12 часов. А играть с ним готовым можно не меньше. Некоторые конструкторы вроде этого механического крана пригождаются в быту самим конструкторам. Ну а если добытое с помощью крана лакомство нужно куда-то сложить, на помощь придет механическая шкатулка. Я считаю, что каждая модель должна обладать какой-то своей фишкой. Люди любят какие-то приятные мелочи. То есть в паровозике дверцы открываются, лестничка выезжает. В шкатулочке, например, есть секретная ниша. Тоже когда реализовывали, долго смотрели, что же сделать в ней такого прикольного и интересного. И потом смотрим, и на самом деле вот этот вот элемент шкатулки, он первоначально просто закрывал, там проходит вал, и он закрывал этот вал. Решили сделать такую супер-секретную нишу. Есть и контейнер для более ценных предметов, механический сейф с настоящим кодовым замком из трех цифр. С его помощью можно оригинально преподнести подарок по особому случаю. А что это? Это тебе подарок. Нет. А что это? Это сливушка. Он работает? Да. Он не открывается. А как он открывается? Ты сможешь открыть на его. Какой? Нужно вести год, 4, 4. 4. Украинские механические 3D-пазлы за два года разъехались уже по 80 странам мира, и география продолжает расширяться. Там вся Европа, Северная Америка, то есть частично Южная Америка, частично всплывают страны, там, о существовании которых я забыл уже со школьной экскамбии, например, какая-то Коста-Рика, еще кто-то, да, то есть там, которые не на слуху, и, ну, они тоже покупают. Только с UATV Геннадий делится эксклюзивной новостью. Совсем скоро украинские механические 3D-пазлы официально станут частью одной из известнейших в мире сетей парков развлечений по мотивам анимационных фильмов. Мы тестово разработали несколько моделей, показали, что мы можем. Им очень понравилось, отправили образцы, то есть получили ответ «Вау!», то есть и все как бы. И у них где-то порядка около 700 фирменных магазинов тоже по миру. В четверг я получил письмо о том, что Дисней принял заключение аудита, внес нас в свой реестр как компанию, которая может производить для него продукт в течение последующих трех лет. Сегодня эти увлекательные игрушки-головоломки стали одним из фирменных украинских продуктов, которые полюбились всему миру. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok